Что он не в своем уме? Представьте себе на месте тех, о ком, как говорят сегодня, кто хочет делать доброе дело, но их совсем не понимает. Можете ли вы себе представить, как им больно, им могут угрожать, что он направит на лечение в психиатрическую лечебницу, хотя они совершенно не больны, и хотят убрать, и говорят, что они не в своем уме, так же, как они говорили Иисусу Христу. Иисус, Сын Божий, Бога-человек, Бог воплотит, да Он безумный. Его совершенно не понимали. Давайте прочитаем дальше. Пришла группа книжников. Первая группа не понимала его действий, почему он так делает. Вторая группа не понимала его желания, цели. А теперь эти люди не понимали его силы. Это пришли книжники. Эти люди в древности были юристами. Они были экспертами в законе. И они пришли из Иерусалима, из столицы. Они получили там самое лучшее образование. Я думаю, что они были настроены сделать определенные заключения об этом проповеднике. И вот что они сказали. Ивангелие от Марка, 3 глава, 22 стих. Книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили. Он имеет в себе Вильзевула. И что он изгоняет бесов силою бесовского князя. Вы знаете, меня много критиковали. Но, слава Богу, такого никогда не было. Я надеюсь, что и вы не переживали такого. Можете себе представить, этакое безумство сказать. Ты представитель дьявола. Ты сам сатана. 23-26 стих. И призвав их, Христос говорил им притчами. Мне нравится, как Христос отвечает. Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само себе, не может устоять царство. И если дом разделится сам себе, не может устоять дом. Если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять. Но пришел конец его. Как это глупо, уважаемый книжник. Получается, я работаю против того, кого я сам представляю, как вы говорите. Я изгоняю всех бесов, которых подпылает мой господин. Да это же противоречит всякой логике. Но они продолжают говорить, как мы читаем в стихе 30-х. В нем не чистый дух. Он не бог. Он сатана. Те чудеса, которые вы видели, это результат черной магии. А лучше присмотритесь к нему. Знаменитый богослов Уильям Бартли пишет. Ортодоксальные иудейские и бездные руководители никогда не подвергали сомнению власти Иисуса изгонять бесов. Да они и не могли бы сделать этого, потому что это было и является сегодня нормальным явлением на Востоке. Но они заявляли, что его власть от союза с князем бесов именем верховного беса изгонял он мелких бесов. Люди всегда верили в черную магию и утверждали, что этим и занимался Иисус. Нет. Иисусу не трудно было опровергнуть этот довод. Сущность всякого изгнания духов всегда заключалась в том, что человек, изгонявший духов, всегда призывал на помощь кого-то, кто обладал достаточной силой, чтобы изгнать слабого беса. И потому Иисус говорит, подумайте только сами, если царство, раздираемое внутренними раздорами, оно погибнет. Если в доме распред, дом не просуществует долго. Если дьявол вступит в борьбу со своими бесами, то с ними будет покончено, как с действенной силой. Потому что в доме дьявола началась междоусобная война. Но можно провести и другую параллель, говорит Иисус. Допустим, вы намерены ограбить физически сильного человека. Но до тех пор, пока вы не подчините себе этого сильного человека, вам нечего и надеяться на это. Вы можете взять добро такого человека лишь после того, как вы покорили его. И только тогда. Победа над демонами вовсе не доказывала, что Иисус находился в союзе с сатаной. А показывала, что сопротивление сатаны сломлено. Появилось более сильное имя. Началось покорение сатаны. Это указывает нам на две вещи. Первое. Иисус понимает жизнь как процесс борьбы силы Божией с силами зла. Иисус не тратил времени в рассуждениях о проблемах, на которые нет ответа. Он не останавливался, чтобы поспорить о том, где находится источник зла. Он попросту деятельно расправлялся с ним. Странно, но факт. Люди тратят столько времени в рассуждениях об источнике зла. Тратят намного меньше времени на выборку практически пригодных методов решения проблем. Кто-то выразил это так. Допустим, что человек просыпается и видит, что его дом в огне. Он не садится в кресло читать книгу под названием «Возникновение пожара в частных домах». Он хватает то, что у него есть, и начинает тушить пожар. Иисус видел важность борьбы добра со злом. Он не садится в жизни, и которая кипит по всему миру. Он не садится в борьбе со злом. Он боролся с ним и давал другим власть и силу преодолевать зло и делать добро. Второе. Иисус видел в исцелении болезни часть общей победы над садомой. Это важный момент в мышлении Иисуса. Он хотел и мог спасать человеческие дела. Также как и человеческий душ, врач и научные работы, решающие проблемы лечения болезни, носят такой же вклад в победу над садомой, как и священник. Врач и священник делают не разную. Мы не знаем, что мы соперники, а союзники. Мы должны против своих властв. Дорогие супер, перед тем, как я продолжу свою беседу, я хочу сказать вам, что мы должны быть очень осторожны, когда мы так и говорим не будем жить. Иногда слова, как шрап нель, попадают в наш разум и остаются там. Многие люди стараются избавиться очистить свой разум. Многие прилипают и приносят боль. То, что есть христианство, иногда стараются заткнуть отрицательным, написал один священнослужитель. Иногда применяется отборная ложь, подставные факты и просто басни. Распространяются слухи, пишут какие-то буклетики, чтобы опорочить верующих людей. Некоторые просто начинают думать, что человек, становясь верующим, христианином, превращается чуть ли не в животное. Это реальная методика атеистов. Но мы должны ответить нашим критикам. Наш Господь сказал ясно, что нужно сделать в том случае, когда ты имеешь что-либо против другого человека. Это написано в 17 главе Евангелия от Москвы. Там сказано, если твой брат согрешит против тебя, пойди к нему и поговори с ним наедине о своей обиде. И если он послушает тебя, то ты вернешь к себе брата. Но если он не послушает тебя, то возьми с собой еще одного или двух человек. Чтобы это повернено устами еще двух или трех сетей. Но если их откажется, послушай, расскажи об этом церковной общине. И если же он окажется прислушиваться к мнению церковной общины, то относитесь к нему как к язычнику или как к нему. И самый лучший способ – это убить свой разговор человек. Это может помочь, как сказал один брат. Критики говорят, что мы не можем. А критикуемые – тверже. Мы не должны позволить нашим критикам довести нас до уныния и депрессии. Каждое критическое замечание дает возможность к росту. Поэтому забудьте критика, но обратите внимание на содержание критики. Тем более, если она идет из различных источников. Это хороший совет. Но как осмелились эти люди назвать Сына Божия посланником дьявола? Сказать такое на Иисуса Христа. Но и мы делаем такие же ошибки, когда мы неправильно понимаем саму сущность людей. Иногда мы, называя людей, сплетничаем о них. Даже иногда даем клички. Господи, помилуй и простий. Боже, контролируй нас, особенно когда возможность непонимания так естественная. Ну вот, наконец, наверное, самое худшее всего, что не был принят и понят своими близкими. Давайте мы представим 31 стиха до конца 3 главы. Это всего 5 стихов 3 главы от Марка. Здесь сказано. И пришли Матерь и Братья Его. И стоя вне дома, послали к Нему звать Его. Около Него сидел народ. И сказали им. Вот Матерь Твоя и Братья Твои, и Чертва Твои. Вне дома и спрашивают Тебя. И отвечал им Христос. Кто Моя Матерь и Братья Мои? И обозрев сидящих вокруг себя говорит. Вот Матерь Моя и Братья Мои. Ибо кто будет исполнять Болюбородие, тот мне брат, и сестра, и мать. Я посмотрел несколько толкований. Все они единодушно говорят, что члены Его семьи, как упоминается в стихах 31-32, были вне дома. И звали их. Они были уверены, что Он не в себе. И не в себе. Все соглашаются, как сказано в стихе 21-32. Мне сказано, что Он вышел из себя. Ему надо было просто поместить тишину и покой в мастерской плотности. Ему раньше не было. Его надо было забрать и отвезти домой. Это тело Матерь и Братьев, стоящих вне дома, думающих, что Его нужно вызвать и отвезти обратно домой. Его мать и братья, которые пришли из Лазарета в Катерновой, за того, чтобы отвезти его домой. Может, и Вы когда-нибудь переживали такое? И Ваша семья наполняла на Вас? Вас совершенно не понимали. Это просто ужасно. И лишает Вас церкви поддержки. В какой-то степени Вы никогда от этого не восстановитесь. Я говорю о тех моментах, когда Вас не понимают. Мы зато ошибались. Его мать и братья. Они его неправильно воспринимали. Еще не хотели взять его и отвезти. Но на фильм. Нет, нет, Вы не правы. Здесь мои братья и мать. Это хороший пример. Хороший пример для того, чтобы сказать, что надо быть очень осторожным, когда у нас возникает такое непонимание в семье. Будьте очень внимательны и мягки, когда Вы имеете вид с Вашими родными. В последние годы психологи советуют, чтобы дети прямо начали говорить со своими родителями и критиковали их. Я не знаю еще такого человека, который бы критиковал своих родителей, и это дало бы ему действительную пользу. А по-моему, это приносит только вред. Я хотел бы, чтобы Вы относились с уважением, с почитанием к своим родителям. Молились за ним. Я только что встретил одного молодого человека, который старался освободиться от ужасного прошлого, связанного с его родителями. И постепенно ему удается освобождаться от этого багажа. Пусть Господь благословит его. Пока Вы не станете сами родителем, Вы не сможете представить себе, как можно ошибаться и принимать неправильные решения, особенно если Вы хотите все сделать правильно и иметь хорошую семью. Не понимают часто и дети своих родителей. Я считаю, что как-то так неправильный, и не вышел из дома. Не посмотрел прямо в глаза своего родителя, своей матери, и не осудил их. Он сидит внутри дома и говорит, «Нет, нет, 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 нет». «Они не провели меня подъехать». Он им усложнон писал. История говорит, что Божьи слуги часто непонимаемы своими семьями. Например, об апостоле Павле говорили, что с ним что-то не то. Ну и о других мы можем приводить примеры из истории Мы получаем ободрение, когда мы следуем за Христом на перепутьях И это перепутье, наверное, наиболее болезненное Я обнаружил, что практически каждый из нас неправильно понимаем Иногда в семье, или среди друзей Или даже среди ребят, живущих в одной комнате Непонимание Позвольте дать вам небольшой совет Как пройти через время Я хотел бы предложить вам задать себе три вопроса Когда вас не понимают Вот первый вопрос Когда есть непонимание, задайте вопрос Кто? Спросите кто? Посмотрите на источник Как и на Христа В различных обстоятельствах смотрели разные люди А он смотрел их глазами И это помогало ему понимать Почему они его таким видят? Когда нас неправильно понимают Спросите кто? Вот следующий вопрос Если непонимание продолжается Спросите почему? Если вас по-прежнему не понимают Спросите почему? Может вы это несознательно делаете И это создает непонимание Может вы что-то не замечаете за собой Или вы встретились просто с пессимистом С критиком И стали целью его критики Если непонимание продолжается Можно задать вопрос Почему? И третий Когда непонимание оканчивается Спросите Что? Или другими словами Чему я научился из всего этого переживания? Что послужило мне на пользу? Стал ли я лучше? То есть сначала вы определяете источник Кто? Во-вторых вы изучаете причину Почему? И в-третьих Вы учитесь уроком Но в основном я хочу сказать вам два слова Два слова, которые касаются всего Что я только что сказал Первое слово Прощение И другое Горечь Мучение Должно быть прощение Это не значит, что вы совсем согласны Это не значит, что у вас теперь будут близкие взаимоотношения Может вы по-прежнему Имеете разные точки зрения Относительно определенных вещей Например, как случилось Так, что произошелся с Варнавой Когда они построили в Марте И конфликт был таким большим, что Апошел Паул взял другого человека По имени Сила И пошел в одну сторону А Варнава взял Марка И они направились на служение В другую сторону И после этого Вы уже нигде не прочитаете Что Павел и Варнава стали близкими опять Как прежний Но они простили друг друга И вот другое слово Мучение или горечь Если вы не позаботитесь О неразрешенных конфликтах О плотском прошлом То вы можете стать узником Вы можете быть заключенным В своем доме горечи Так как горечь выходит наружу Как сметана поднимается Когда сбиваешь молоко Или прощение замещает горечь Или горечь замещает прощение Они не могут быть вместе Я прочитал один случай Происшедший в реальной жизни Это история Которая произошла несколько лет тому назад Одна женщина узнала Что значит простить Ее имя Эмили Ее муж работал охранником Они прожили вместе Несколько лет до того Как произошло несчастье Ее мужа убили на работе Когда он сопровождал кассира С деньгами Они шли к машине Когда произошла эта трагедия То Эмили впала в депрессию Она стала скорбеть Горевать Мучиться Она потеряла мужа Своего любимого Она решила Что если она отдастся полностью работе То может ей станет лучше Но долгие часы работы Только усилили ее депрессию Прошло время Был пойман один из убийц И начался суд на ней Она пробыла в зале суда Но даже когда был вынесен приговор Ее горечь Ее ненависть не прошли Она только поняла Что судебный приговор Не исцелил ее боли Потери мужа Убийцу осудили Судья дал осужденному последнее слово Он встал И обратившись лицом к Эмили Сказал Я по-настоящему виноват Я прошу прощения Простите И затем сел Что-то произошло внутри Эмили Она вдруг поняла Что если она не простит То она всегда будет связана с прошлым Я устала ненавидеть Сказала она позже Но я думаю Говорила она Что это было уже поздно Судья уже вынес решение И мне все равно Что думают другие люди Я должна сделать то Что правильно для меня Поймите меня правильно Я согласен Что он должен отсидеть положенное Но он уже изменился И я тоже изменилась Это было важным моментом Перестать ненавидеть и простить Теперь я могу снова жить Сказала она Я должен заканчивать Я хочу обратиться К тем кто имеет горечь Или ненависть В своем сердце Вы должны простить Вы не можете Изменить прошло Но ваше недовольство Ваша ненависть Изменяет вас Вам нужно простить Вы еще сядете Сказали на своем пути Не один раз И ваше чувство горечи Только усилится Боли и столкновения Еще впереди Как во время хоккейной игры Но если вы научились Прощать То в следующий раз При встрече с человеком Который вас не понимает Вы сможете разрешить конфликт И сделать это будет Гораздо легче Помните ли вы того Кто пошел на крест Кто думал о вас Когда говорил Отче Прости им Ибо не знает что делает Иисус Христос умер Не как ненавидящий человек Но как прощающий Простите Простите им Если это потребует Несколько месяцев То все-таки Разрешите эту ситуацию Даже если это потребует Несколько лет Простите Мы подходим к концу Нашей беседы Как сказал один человек Великих не понимает Но гораздо лучше Простить тех Кто не понимает Если вы никогда Не доверили себя И свою жизнь Богу и Господу Иисусу Христу То я хочу вам напомнить Что это самое важное Решение в вашей жизни Сначала вы должны Поверить в Него И Иисус Христос Даст вам силу Прощать других Как и Он Прощал Многие люди Так и не поняли Приход Христа на землю Его рождение Его жизнь Его смерть Не понимали Его Даже те Кто был рядом с Ним Поэтому Он И является тем Кто может дать Утешение Силу И направление Он тот Кому мы можем Приходить Когда нас Не понимают Если вы сегодня Проходите Через период Непонимания Для вас будет полезно Прочитать историю Давида Которого тоже Не понимали В Библии В Ветхом Завете В книге Первый Царств Вы можете Прочитать Как Саул Стал преследовать Давида Одного из верных Слуг своих И в Салмах Мы можем Прочитать Как Давид Переносил Эту несправедливость Мы надеемся Что сегодняшняя Программа Свет жизни Была утешением Для многих Слушателей Которые Носят боль В своем сердце Прощайте Врагов ваших И не позволяйте Горечи заполнить Ваш разум И сердце Пусть этот Процесс Исцеления Начнется Для вас Сегодня Если у вас Есть вопросы По этой теме То пожалуйста Пишите по адресу Россия Москва 127 220 Абонентный Ящик 42 Программа Свет жизни Христос На перепутье беспокойства Эта тема Следующей передачи Свет жизни Да благословит вас Господь Дорогие радиослушатели Вещание голос Ант На русском языке Подошло к концу Наши передачи Выходят каждую субботу С 15.30 до 16.30 По всемирному времени В диапазоне коротких волн 22 метра Частота 13800 килогерц Мы по-прежнему ждем От вас письма Пишите нам По адресу Россия Город Воронеж Индекс 394-036 Абонентский ящик 585 Голос Ант Мы желаем вам Обильных Божьих Благословений Редактор суббот Продолжение следует... 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 Продолжение следует...